Всем добрейшего! В первую очередь хотел бы поблагодарить Зверько и вас, уважаемая аудитория, за представленное мне время. Всех желающих узнать новости мобильной индустрии ждем вас на канале. Ссылочка в описании. А также у нас проходят стримы не только по Mobile Legends, но и по другим свеженьким релизам мобильных игр. С вами был проект Dissonance, ждем вас на канале. Мур, привет друзья, с вами Зверько. Настала очередь гайда на Гатот Качу. Гатот Кача это герой древнеиндийского эпоса с очень сложной родословной, Индия же. Гатота постепенно апают и мне кажется он скоро войдет в мету по-настоящему. Гайд будет с небольшим забеганием вперед. Итак, что у Гатота по навыкам? Пассивка, стальные кости. Когда Гатот теряет хп, повышается его физическая защита, вплоть до 250. Удары, нанесенные по противнику, чье хп больше вашего, дает небольшое исцеление. Суть пассивки такова. Чем больше у вас запас хп, и чем больше вы потеряете этого хп в бою, тем выше будет ваша физическая защита, и тем больше будет исцеление от удара рукой. Первый навык. Железный кулак. Гатот перед собой наносит урон по области и замедляет противника. Тут же пораженная область земли наполняется электричеством, которое продолжает наносить урон и замедляет перемещение врага на 50%. Очень полезный навык. Удар достаточно сильный. А если мы соберем ожерелье заточения, то каждый прикоснувшийся к статике, еще получит статус на уменьшение исцеления. То есть, в массовом бою, будучи на передовой, можно наложить дебаф антихил на всю команду противника. Второй навык. Нерушимый. Гатот после заряда делает рывок вперед, который может пересекать препятствия, и провоцирует огонь на себя. В течение пары секунд дает ответные удары атакующим. Дальность прыжка и длительность провокации зависят от времени заряда. По сути, это массовый дебаф, если противники стоят плотной кучкой. Враг на пару секунд теряет управление и начинает атаковать Гатота автоатаками. В этот момент он не может перемещаться и использовать навыки. Кроме того, герои ближнего боя начинают преследовать Гатота. Их можно немного выманить. Уникальное средство для защиты вышек. Поскольку крипы, атакуя вышку, не переключаются на другие цели. Гатот может их вынудить атаковать его, что позволяет сохранить хп трону и вышкам. Урон, который в ответ наносит Гатот, также зависит от его общего хп. Ульта. Аватар Стража. Гатот может прыгнуть на очень большое расстояние, примерно в полтора экрана. По приземлении наносит порядочный урон с большим магическим множителем. Подкидывает противника и в скором обновлении еще будет их перекидывать к центру навыка, что даст дополнительное тактическое преимущество. Как для Гатота, так и для чужих способностей, дающих урон или контроль по области. Вообще, можно извратиться и разогнать этот навык по магическому урону, но для серьезной игры я бы не советовал. Стандартная комбинация связок навыков. Ульта, плюс второй навык, потом первый, чтобы враги далеко не разбегались. Минус ульты. При хорошей реакции уйти из-под зоны посадки не составляет проблем. Итого, у нас массовое замедление и два навыка с прыжками и массовым контролем, плюс автоисцеление с ростом физической защиты. Я предпочел делать сборку, отталкиваясь от применения второго навыка и способностей к перемещению. Эмблему берем на танка с первым перком и сопротивлением к магии плюс кд. Способности. Железная стена, но ее скоро, скорее всего, уберут. Тогда можно будет брать отцепенение. Сборка. Как и любой танк, готов собираться от сетапа противника. Но если мы хотим выжать максимум из его способностей, то берем. Самоцвет первым предметом, потом продадим. Волшебные сапоги. Нам понадобится золото. Проклятый шлем. Увеличит и хп, и магическую защиту. И увеличит скорость зачистки крипов. Также добавит урон по противнику. Штормовой пояс. Тут и хп, и перезарядка, и броня, и замедление противника. А поскольку после способностей мы бьем с руки, это даст еще и прирост урона. Размер чистого урона зависит от вашего максимального хп. Шипованная броня. Поскольку вторым навыком мы заставляем атаковать себя, противник получает еще больше урона. Шлем Небесного Стража. Даст сильный буст к размеру хп пула, и избавит от нужды возвращаться на базу за хп. Древняя кераса. Использовав второй навык на противнике, тот будет вынужден нас атаковать автоатакой несколько раз. А эта кераса снизит его физическую и магическую силу. Более подробно в ML фактах. Немного о тактике. Самая распространенная ошибка на низких рангах – чистить линию танком. Вы теряете время, не помогаете команде и отбираете фарм у дамагеров. Не надо так. Это их забота и их обязанность сносить волны. Гатод при всех его возможностях делает это медленнее. Поддерживайте команду в бою. Неплохо инициировать бой начиная со второго навыка, выпрыгнув из кустов резвым кабанчиком. А уже убегающим преграждать путь ультой или первым навыком. Другой вариант инициации. Ультой прыгаем в драку, которая началась без вас. Таким образом, чтобы подкинуть вражеский тыл, в котором стрелки и маги. После чего на выбор. Вторым навыком отключаем или фронт, или максимально опасных прокастеров магов – убийц. Также часто встречающаяся ошибка. Танк начинает давить тыл, а к нему не могут прийти на помощь союзники, поскольку вражеский танк плюс боец своим контролем и уроном не пускают к вам, ваших же АДК и магов. Чтобы избежать этого, переключите внимание на себя, используя второй навык на танке и бойце, чтобы ваши союзники могли, пройдя мимо них, атаковать вражеский тыл. Либо по-быстрому добить танка и этого бойца. Игра за танка – это как предчувствие боя. Вы должны быть как командир во главе войска с начала стычки. На этом все. Если видео вам понравилось, подписывайтесь, делитесь им с друзьями и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч! Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...